25 января студенчество России отмечает свой самый любимый праздник – Татьянин день. Эта дата связана с выдающимся событием российской истории. В этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Необходимый для этого документ готовил граф Шувалов, который представил на подпись императрицы в день именин своей матери – Татьяны. Впоследствии дата праздника закрепилась освящением университетской церкви святой Татьяны, и он стал одним из самых примечательных студенческих праздников. Юноши и девушки в нашем городе собрались отметить этот праздник в городском молодежном центре. В зале было шумно и оживленно. Поздравить молодежь с этим замечательным событием приехал и глава города Ходорев Александр Николаевич. Я хочу поздравить всех Татьян с этим знаменательным хорошим праздником, потому что этот праздник, он немножко, вот как-то, знаете, не просто студенчество, а мне кажется, элементы весны уже, вот какой-то, так сказать, несет. И кроме того, мне бы хотелось всех ребят молодых поздравить с этим праздником, потому что я больше чем уверен, у ребят есть или мама, или сестра, или просто подруга, или просто первая любовь, которую зовут Татьяна. Всех с этим хорошим, светлым, добрым праздником. Пожелание счастья, любви и всего самого наилучшего. Администрация города уделяет большое внимание проблемам молодежи. В Риутове работает комитет по делам молодежи, молодежный центр, различные молодежные клубы. А накануне студенческого праздника в актовом зале Риутовской гимназии прошла деловая игра, которая провела среди молодежи администрация города. Это, по-моему, настолько серьезный подход. И вот передав дух этого, так сказать, как бы мероприятия, которое буквально вчера прошло, вы знаете, вот я как-то, наверное, смог пропустить через сердце, через себя и понял, что вот, наверное, действительно мы правильно сделали. Правильно сделали, что посоветовались с вами на эту тему. А эта тема проста. Эта тема проста, потому что каждый гражданин, особенно в эти годы, как вы сегодня в зале, должен принимать самое активное участие в общественной жизни города и нашего общества. Я больше чем убежден, что если только мы с вами, особенно вот молодое поколение, не будет приобщаться вот к этой проблеме, к проблеме управления государством, обществом, городом, то я думаю, что будущее страны никогда не наступит светлое. А вот если будем приобщаться, если будем задумываться о тех проблемах, которые стоят перед городом, перед обществом, в конечном итоге перед нашим государством, я глубоко убежден, что из этого получатся кадры. Получатся кадры, из этого получатся, наверное, те управленцы, которые необходимы сегодня. А и давайте с вами проанализируем маленький отрезок времени. Когда стали заниматься проблемами подготовки кадров? Вузы когда перестроились? Буквально несколько лет назад. Ведь до этого никто не занимался, никто никогда не думал, каким образом управлять государством. Вы знаете, как подбор в партийные кадры шли? Знаете, да? Активный комсомолец, кто умеет говорить в микрофонах, кто умеет, так сказать, вести за собой молодежь, выявлялся неформальный лидер, значит, или по другим каким-то, так сказать, признакам. И вот постепенно, так сказать, как бы приобщались, наверное, к управлению государством, партийными ячейками, партийными организациями и так далее. В конечном итоге, пройдя школу партийного, кто-то уходил на хозяйственную работу, директорами становился и так далее, и так далее. Не было подхода научного, никогда не было научного подхода. И только где-то в 90-е годы, наверное, уже задумались о том, что надо готовить кадры. Да, была высшая партийная школа, готовили специалистов, но не было такого подхода, как сегодня это есть. И вы знаете, это очень радует. Это очень радует за будущее, наверное, наше с вами, за будущее нашей с вами жизни, дальнейшей, перспективной жизни. Но мне это больше радуется то, что вы сегодня поистине приобщились к управлению городом. Вот через эти общественные организации, через вот этого человека, через этого человека. Вот мне бы хотелось, чтобы эти люди и дальше вели этот корабль молодежи. Мне хотелось, чтобы вы с Вер Вильнюсом, с Олегом Петровичем чаще встречались, чаще занимались, а я готов всегда к вам выйти и рассказать, как на самом деле идет та или иная проблема и этот или иной вопрос. Я думаю, что вот это здание, где мы находимся сейчас, пусть не завтра, но крайний срок, послезавтра, мы должны его забрать на баланс города, в муниципалитет, себе на баланс. И передать его вам, молодежи. Мы хотим сделать здесь, молодежный центр, чтобы вы приходили сюда, как к себе домой. Это ваше саду будет. Желаю вам успехов творческих, душевных, взаимоотношений между молодыми людьми. Уважайте своих родителей, уважайте старших, уважайте свой город, любите свой город, как я. С праздником вас! По итогам этой игры все команды-участницы получили подарки и свидетельства. Их вручал глава города. Вручая призы одной из команд, Александр Николаевич пошутил. Что-то я вам хочу сказать. Ваша задача, ваша задача, заключается в том, чтобы вы в свою команду еще привлекли ребят. А то так, что наступит матриархат, это допускать нельзя. Я вас поздравляю. Кроме того, глава города отметил ту большую работу, которую ведет его заместитель Бабалова Анна Васильевна в деле воспитания современной молодежи, ее помощи молодежным организациям города. После официальной части прошел небольшой и веселый концерт. Поздравить ребят с праздником приехала молодежная команда из города Железнодорожного. Поздравляю. Поздравляю. Сидящие в зале весело смеялись шуткам и дружно аплодировали своим ровесникам, стоявшим на сцене. А в завершении вечера любимая всей молодежи дискотека. Ручки вверх! Ручки вверх! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова